А как это работает-то? У меня комп нужен для стримов. Лучше вот этот вот. Вот так вот. Просто верх на глаз, ребят, какой-то, если честно. Добрый день, с вами Айден. Вы собрали 6000 лайков под этим видео. А это значит, что мы снимаем, как школьник собирает крутой игровой компьютер. Но в сборке одного игрового компьютера может поучаствовать несколько человек, несколько моих подписчиков. Для этого нужно просто писать комментарий и нужно поставить лайк. Каждый выпуск я буду приезжать в ваш город, в любой город с своим подписчиком. Для того, чтобы они купили всего лишь один компонент для нашего компьютера. Максим, заходите в студию, пожалуйста. Именно он сказал, что он замечательно разбирается в компьютерах. Хвастался мне, что можно собрать компьютер за 200 тысяч рублей. Но мне кажется, что за 200 тысяч рублей любой дурак соберет компьютер. Попробуй собери компьютер за 5 тысяч рублей. Угу, за миллион. Сегодня мы только начинаем собирать по кусочкам наш компьютер. И в первом выпуске твоя задача будет найти корпус для этого компьютера. Что по бюджету на корпус, спросишь ты меня? Так вот, мы взяли среднюю рыночную стоимость корпуса. Это 3000 рублей. Прямо сейчас я тебе выдаю еще три сотни. Мы идем в игровой автомат. Если ты сможешь прорезать нить в игровом автомате, ты получаешь еще дополнительно 2000 рублей на корпус. Когда наш комп уже будет собран, мы его разыграем среди тех, кто участвовал в наших выпусках. И вы будете выбирать самого лучшего компьютерного гения. Поэтому обязательно на протяжении выпуска пишите комментарии, и разбирается он, по вашему мнению, в компьютерах или нет. Потому что я-то не разбираюсь вообще нифига. Все, погнали, пойдем. А как это работает? Попробую рассчитать траектору, если бы порвало бы, было бы шикарно. Надеюсь, это настоящие деньги. Там все по 2000. У меня комп нужен для стримов. За счет этого и буду выбирать аудиторию. Давайте пойдемте куда-нибудь. Я был в ДНС, потому что это самый лучший магазин для компьютеров. Я не разбираюсь, что такое расширение. Этот плохой из-за того, что тут нет форм-фактора стандарт. Тут есть все то, что надо, но не хватает вентиляторов. Тут уже один вентилятор присутствует. И, конечно же, интерфейсы USB 2.0 и 3.0. Ну, нормальный дизайн это либо этот, либо вот этот. Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, какой бы вы дизайн бы выбрали. Вот этого корпуса или вот этого корпуса. С другой стороны, там что у нас? Там компукторы, ладно. Лучше вот этот вот корпус взять, потому что он по объемам большой. По дизайну он, конечно же, лучше, потому что у него вот эти части, чтобы выдувало оттуда. Типа кондиционера вроде бы. Да, то есть домой кондиционер еще покупать не надо. Ну, у этого есть кнопочка рестарта, у этого нету. А у этого тоже есть и датчики, но меньше, чем этот. Лучше этот, потому что больше комплектующих поместится. А у меня есть еще переходник на 7 USB. Давайте поищем консультантов. Сейчас нам принесут на кассу наш корпус. Вот корпус мы уже купили. Видели, какой он. Если не видели, то перемотайте. Вот такой вот корпусочек ты приобрел. Мы в спартанских условиях. Сейчас его постараемся распаковать, чтобы ты сделал дизайн. Ребята, напишите в комментариях, нормально ли корпус для такой цены. Или можно было там бушку найти что-нибудь получше. Как вам вообще способность выбирать Максима? Потому что в этом шоу я не буду никаких подсказок давать, потому что я сам в этом не разбираюсь. Как бы мне не сломать карту Тинькофф Банка. Кстати, друзья, по рекламе. Пишите. А то вы мне запретили 1XB отрекламировать. А нам нужно как-то деньги на этот проект брать. И, соответственно, больше лайков ставьте, чтобы просмотров было на миллион. Вот так вот. И дырить, колотить. Давай. Стой, коробку, коробку вниз. Тяни коробку вниз. К нам, друзья, в Питер вернулась неожиданно зима. Вроде бы прошлый выпуск был весной. Меня смучает то, что здесь только один разъем SATA. Соответственно, что, один жесткий диск туда можно только воткнуть, получается? То есть, ССД дополнительно не воткнуть. Что за корпус ты выбрал? Уже какие-то... В верхотнике. Был бы 5000. Какой наглый, ребята. Говорит, был бы 5000, а бы тебе нормальный корпус выбрал, да? Просто верх наглости, ребята, какой-то, если честно. Ну что, дизайнер выбрал золотой цвет краски. Я, честно говоря, боюсь за сохранность этого корпуса. Стекло вот эту сторону ты не хочешь красить, да? Да. Потому что я могу запаривать стекло. В итоге, подсветка, которая будет у материнки и у видеокарты, и плюс, если будет водное охлаждение, то... Ну, короче, понятно, что ты не хочешь ничего портить. Не знаю, ребята, хорошая эта идея или нет. Напишите, конечно, в комментариях. И вот такой вот получился шедевральный просто золотой компьютер. Я искренне надеюсь, что никакие кнопки здесь не залипнут. Если вы умеете подбирать материнку и устанавливать ее уже в готовый корпус, я приеду в ваш город. Удачи, пока. Постой, пока своим вечером, пока его я не увез на эвакуаторе. Субтитры сделал DimaTorzok